Он скромно стоит в стороне и наблюдает за тем, как военно-патриотическая эстафета «Салют Победе» переходит от Одинцова к Заречью. В июне 41-го года Анатолию Ивановичу Прохорову было 15 лет. На фронт он попал, когда учился в 9-м классе. Начал с Киева, прошел в Украину, в Западную Украину и Польшу. А потом часть дошла до Германии. Эстафета «Салют Победе» начала свое шествие по поселениям района. Но для участника Великой Отечественной войны важно не это. Главное то, что память о тех событиях и знания о том, кто подарил народам Европы мир, передаются от поколения к поколению. Мы продолжаем ту борьбу, которую начали наши деды и прадеды. Мы передаем эстафету молодому поколению. Величие подвига советских солдат под Сталинградом признал Гитлер. В Германии он лично объявил траур. Величие подвига советских солдат признал Уинстон Черчилль, который подарил величайший подарок, как считается в Великобритании, меч короля Георга нашим воинам. Величие советских солдат подвига признал президент Соединенных Штатов Рузвельт. Это факт. Копия знамени Победы, того, что водрузили советские солдаты над Рейхстагом в 1945 году, бессменный символ эстафеты. Вместо репродуктора, который весь прошлый год напоминал одинцовцам о подвиге жителей блокадного Ленинграда, из поселения в поселение на этот раз будут передаваться предметы, связанные со Сталинградской битвой. Символами эстафеты являются знамя Победы, является также святая земля, принесенная из Сталинграда, на которой бились солдаты русской армии, а также железный нагрудник СМ-220. Митинг у памятника землякам, не вернувшимся с полей сражений, открыл череду мероприятий, которые включает в себя эстафета Салют Победы. В ближайшие две недели в поселении пройдут художественные и фото выставки, уроки мужества, театрализованные представления, посвященные победе советского народа в Сталинградской битве, которая привела к коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны.